...паттерном, который можно распознать. Если умножить качество распознавания на интересность, то просто лицо является абсолютным лидером, которое в тысячу раз интереснее, в сотни, чем следующий объект в этом списке, в таком топ-чарте. Почему так? Ну, во-первых, потому что это все-таки, как нам не казалось бы, что они разные, они все-таки довольно одинаковые. Есть ваклаза, нос, рот. То есть, ну, их действительно можно надежно распознавать. Во-первых, для начала, началось то, что перед тем, как что-то распознавать, нужно для вас детектировать. То есть, вы реально, аппликейшн, которые встречаются в реальной жизни, у вас не выглядит все так, что вот, вы получаете фотографию, вы знаете точно, что в ней лицо и ничего другого. Она на белом фоне. Это не снимки из полицейского участка, так называемые макшатсы. Это что-то, где может быть лицо, где-то не может быть лицо. Если он там есть, то непонятно, какая ориентация его, какой его размер и так далее. Ориентация пространства. Ну, можно попробовать, в крайней мере, оно перевернет и так, и так. В общем, я просто гугл потерял и заняться. Ну, в общем, я хвалится вас. Короче, ошибки бывают разные, смешные, но... Правильно? То есть такая, что это уровень достиг того, что это можно действительно надежно детектировать для начала. То есть, сначала идет детекция. Например, покажите мне программу, которая надежно детектирует, ну, скажем, вот тут я сегодня спрашивал, чашки. Покажите мне программу, которая надежно детектирует живот, у животных, да, там, фигуру животного, любого. Или покажите мне программу, которая надежно детектирует... Вообще, начнем, такой вот, банальный вопрос. Покажите мне программу, которая, может вам сказать, фотография сделана внутри помещения или снаружи. Ну, даже такие простые вопросы, казалось бы, не так просто решаются с помощью алгоритма. Это про возможность. А теперь, почему лицо важно? Есть, среди всех объектов, опять же, во Вселенной, есть только один объект, для которого у вас есть в мозгу у каждого аппаратный акселератор для распознавания. Это лицо. И именно человеческое лицо. Для всех остальных объектов и распознавать их вы учитесь. В детстве, по мере того, как ваш мозг формируется, растет и крепко. Но для лица у вас есть аппаратный акселератор. И этот участок, не знаю, как он точно называется, в мозгу, он, кстати, очень близко находится и связан плотно с центром, который отвечает за эмоции. Поэтому, когда вы видите лицо, вы, во-первых, очень быстро его, в основном, еще разного аппаратного акселератора распознаете. Во-вторых, оно сразу вызывает эмоции. Ну, либо нейтральное. Это, в принципе, понятно с эволюционной точки зрения. Потому что после того, как мы справились с разными хищниками и опасностями, как лев гонится и камень падает на голову, после этого перед хомо сапиенс, наверное, перед хоменини, стал вопрос, скорее, опасность или пользу. Представляли именно соплеменники, именно люди, именно люди, другие. И нужно было очень быстро распознавать, нужно для этого парня бежать или эта девушка лучше ей что-то предложить. То есть, это критически важная функция была. Потому что там мама, которая, например, с зебрами тоже. Да. И лицо родителей тоже. Например, зебры, они распознают мать не по морде лица, они распознают мать по паттерну белых и черных полосок на ее фигуре. Так что для человека лицо очень важный объект. Ну и дальше начинается как бы это начало, а из этого много производных. Когда вам приходят в Facebook или Google+, теперь от Facebook или Google+, имейл, вас кто-то тагнул в такой-то фотографии, CTR на линке в таком имейле в разы, в десятки раз выше, чем на любом другом имейле, который вы получаете от Facebook. Потому что это значит, а, что там действительно есть вы, ну, предположительно, да? Что там есть ваше лицо, потому что иначе бы человек не смог вас тагнуть. Нет, конечно, редко вас тагуют со спины, но это не очень интересная такая фотография получается. Вот, и вам первое, ну, как бы, ваш социал имидж имеет значение. Вы первое, все, бежите, посмотрите, что там за эта фотография. Во-вторых, что у вас тагнуть, потому что само тагирование, это такой интимный, как бы, чуть ли не эротический акт социальной связи. Ну, вряд ли у вас будет тагать человек, которому вы безразличны полностью, или который не хочет, чтобы он был вам безразличен. Вот, поэтому... Это очень такое действие. Это очень социальное действие. Я тебя знаю, ты меня знаешь, я тебя тагнул, там, ты меня тагнул, там, начинается такое, потом... Ну, в общем, это очень социальный эффект. Мы распознаем друг друга, мы тагаем. Вот, но это, опять же, это, как бы, общая теория и такой здравый смысл. Что конкретно Google или Motorola Mobility делают с такими технологиями, мы не знаем. Мы, вот, понятное дело, собрались так поговорить и фантазировать, но, извините, я его кофе с Ларри Пейджем, с Сергеем Брином не пью. Они меня свои планы, к сожалению, не посвящают. А было бы хорошо. И не так. Вот, это лицо. Но на этом не заканчивается. Понятное дело, что заказы делают ставку сейчас на объекты другие, которые, мы считаем, вторые идут. Мы, как бы, у меня по-там, за стой получается. Я иду сверху вниз по этому списку распознавания. Первое лицо. Да, галочка есть. Следующее, я считаю, другой объект, где можно распознать, и который важен для людей, это товары. Обычные товары. Сок в магазине, колбаса, сегодня утром было названо, там, лэптоп, телефон. Я считаю, что их нужно научиться распознавать. Потому что есть сериал-магрисы. Да, ну, они все, вы часто смотрите штрих-код на товаре в супермаркете? То есть, они часто обращены к вам штрих-кодом. То есть, ну, тут не все так просто. Я не хожу с баркод-ридером, он не встроен у меня в глаз. Да, и вот есть куча приложений в App Store и для Андроида, типа, просканируешь штрих-код. Только все эти приложения нигде, в смысле, как они поднялись. Люди ими не пользуются. Почему? Потому что вот это вот действие, достал телефон, вспомнил, на какой странице это приложение, взял товар, нашел штрих-код, потом там фокус навел. Ну, в общем, это действие занимает 10 секунд, ну, а это рецепт, чтобы в вашем приложении вы не пользовались. Понимаете, вот время от желания до имплементации критически важно в консюмерских приложениях. То есть, вы должны сделать как можно больше instant gratification. А захотел, получил, захотел, получил. Почему в айфоне четвертом появилась кнопочка снять фото еще до разблокировки экрана? Ну, потому что очень часто фото хочется снять, а тут начинаешь блокировать, где-то камера, отсюда этих всех 10 иконок, ага, вот она. Ну, и так далее. Вот, поэтому мы, как бы, немножко с другой стороны это смотрим. Ну, гугл глаз понятно, все ждем, не дождемся, когда там выйдет какой-нибудь СДК. Было, конечно, что гугл там, ну, понятно, гугл ничего для нас специального не сделает, но, в принципе, он когда-то должен будет расколоться и сказать, ребята, СДК для гласа будет через 5 лет, через 1 год или через 10 лет. Ну, это, как бы, на наши планы тоже влияет. Да, не просто, а не расскажут. Ну, естественно, мы первым делом встроим сумасшет СДК распознавания в гугл глаз. Ну, там, будет он тянуть, не будет, с точки зрения CPU, Power, но это уже 35-й вопрос. Главное, что мы знаем, куда мы идем. Мы, как бы, очень быстро сейчас проживем вот эту вот вторую революцию в UI. Мы 60 лет пользовались клавиатурой и мышкой, до сих пор пользуемся. Тут вдруг появился тачскрин, он появился в 2007 году с первым айфоном. А вот, кстати, первый айфон, 2 месяца спустя релиз. Да, и, как бы, тачскрин это уже не клавиатура и мышка, это нечто совершенно новое и другое. Но может так получиться, что в эволюционном смысле это будет такой, как вспышка, пролетели. То есть, 2007 год, окей, возможно, в 2015 мы уже будем все ходить в гугловых очках. Ну, непременно после гугловых очков возникнут какие-нибудь другие очки. Фейсбуковские очки, ай-очки, да, и так далее. Кто-то из нас будет ходить в разных очках, но мы все будем ходить в очках, если хардвэр дорастет до того, чтобы работать надежно. То есть, это имеет возможность стать базовой технологией. И получится так, что тачскрин прожил там, ну, он будет дальше жить, ну, как бы, минерализироваться, да. И получается так, что он там проживет с 2007 по 2015, там, это 7-8 лет, там, ну, пускай дадим ему 10 лет. Но это не 60, в которых мы жили с клавиатурой и мышкой. Вот. Ну, такая история с распознаванием, вот, как бы, как мы думаем об этом. Почему это такая в индустрии, как бы, таким геологическим сдвигом, как многие предполагают? Ну, именно из-за того, что, именно из-за базовой технологии. То есть, да, потому что когда у вас, ну, вот, представьте, что вы сейчас все отделили эти... Чувствительные области. ...Google Glass, да? Ай... Глаз, просто. И просто не могу сказать, отделили Project Glass. Отделили Google Glass. G-Glass. Google Glass. Русский звучит вообще шоколад. Отделили Glass. Вы все в Glass. Окей. Вопрос. Как вы будете управлять? У вас есть голос, и у вас есть движение звучка, да? И у вас есть фокус еще. Ну, вы можете фокус по-разному наводить, и, в принципе, это очень легко трекается. Да, вы можете ему что-то сами себе показывать, но это как-то... Нет, зачем он. Да, да, вы можете показывать так, и он будет видеть. Ну, тут такая... Ну, во-первых... Все, что я сказал, это распознавание. Голос нужно затектировать и распознать. А движение ваших глаз и звучков нужно затектировать и распознать. Может, одно сложнее, другое легче, но все равно все распознавание. Вы показываете что-то рукой, еще сложнее. Нужно затектировать и распознать. Ну, слава богу, у вас будет стереопара. То есть вы сможете 3D-картинку построить уже легче. А у вас не плоская картинка будет, а у вас будет, может быть, две камеры. Поэтому вы распознаете разные... Ну, мубину знаете и, соответственно, знаете, что рука... Что рука – это не вот та ножка стола. Вы знаете, что она ближе, а та ножка стола дальше. Привязка, вот, в принципе, распознавания к прочих глаз, она меньше нуждается в раскрытии, в основании, так как угодно, очевидно. Но вот, мне понравилась версия... По поводу... Что касается тоже глаз, тут еще интересно... Подвучить почему-то заметно сразу, что он подходит к реализованию. Потому что, в том числе и потому, что маркетинг Google по отношению к Project Glass вообще кардинально отличается, они никогда не применяли такие приемы, как с Project Glass. Я в первый момент опешил, когда прочел про то, что договорились, надели галерин, то есть галерин Адели в эти очки, и в Кашиншову прошел. Мне казалось всегда, что вот такой головок, который кому-кому, а был совершенно безразличный фиолетовый. Мне понравилось объяснение одного партнера... ...что в Гугле... ...это я... Не подставьте партнер... ...эээ... 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 ...за тех прорывных проектов, которые были очень интересные, но не были восприняты таких, как БОВЭТ. ...эээ... ...и БОВЭТ. ...эээ... ...да очень важное, чтобы... ...ээээ... ...эээ... ...проект, которому они огромное значение не дают, ...потому... ...потому что... ...потому что... ...но половина айопа... ...в сущности Патри Вика-Тибрина была посвящена... ...посвящена очкам... Там один раз понял, что тишки слетали, и на следующий день они снова полетели. Почему? Потому что Сергей сказал, что... Ну, я вчера был на сцене и не видел, как это все в реале, я хочу сегодня посмотреть с крышей. Это просто потрясающе и здорово, что топ-боссы, компания настолько живо увлечены какими-то своими новыми проектами. Но это все-таки говорит о том, что действительно дается огромное значение. И то, что тот же бренд теперь, наверное, и умывается, и спит в этих очках, и везде, по крайней мере, у всех масс-медиа, только в них и появляется. И это еще тоже можно было понять. Но вот это модель было понять сложно. Интересность версии в том и состояла, что именно таким образом они хотят продвинуть востребованность и подготовить публику к такому необычному продукту, что надевают его на совершенно далеких людей, но при этом визуально как бы успешных. Предполагается, что моделью при всей своих, может быть, других ограниченных возможностях, тем не менее успешный как бы член социума и так далее, и так далее. И гламур в данном случае служит как бы таким острием и тараном, для того, чтобы как можно глубже проникнуть в такой обычный establishment, middle такой. Самый, как всегда, широкий сегмент – это вот такой верхний обывательский слой. И именно поэтому они совершенно сознательно, ну, как бы, крайнюю точку взяли и продвинули. Мы не должны забывать про, как бы, я понимаю, там, прин, увлеченность технологиями, это как бы, там, понимаешь, иногда то, что рассказывают журналистам, это не то, что происходит в реальности, понятное дело. Мы не должны забывать просто про бизнес-реалии. Такие, что есть совсем немного успешных примеров за, там, последние, что ли, когда у компании получилось как бы re-invent себя, то есть, когда у компании получилось завоевать какой-то совершенно новый рынок для себя или создать его просто с нуля. Apple, потому и Apple, потому что и Стив Джобс, потому что был Стив Джобсом, потому что у него несколько раз это получилось. Были десктопы, потом стали iPod, потом стали iPad и так далее. То есть, Google был раньше сто процентов от рекламы, AdWords, AdWords. Потом все это, потом, ну, все начало обрастать, там, AdSense, там, маркетинг, ну, то есть, она как бы все обрастает, но все вокруг рекламы, все вокруг того внимания, которое вы уделяете месседжу, либо текстовому, либо графическому, будет видео, неважно. И вот вдруг получается такой челлендж, что, опа, опс, а в Facebook-то люди смотрят картинку тоже много, проводят время и смотрят. И да, и пускай там нету таргетинга по их цели, либо что они хотят сделать, но там есть таргетинг по тому, кто они. Потому что в Facebook довольно много знают, кто этот человек. Ну, то есть, какое-то есть предложение рекламодателям тоже. И вот здесь вот, я думаю, что Google еще как бы не прошел ни разу сквозь это вот успешное завоевание нового какого-то большого, огромного, глобального рынка. Вот мобильные девайсы, это тоже огромный рынок, но такое впечатление, что Android в коммерческом смысле сводится по большей части к просмотру рекламы, чем к покупке приложений. Нет, он еще является таким транспортом для трафика Google. То есть, поиск Google не зарабатывает, он тратит деньги за то, что поиск работал, да? За что платят? Ну, в любом случае, он усиливает привязанность человек к основным бизнес-селям. Да, и той же цели Google+. Можно я вас поменю? Обычные посвалилицы. Ну, я так просто говорю, я просто могу кинокировать это на самом деле. Супер, конечно. Понятно. Смотрите, на самом деле, все, что делает Google, это все равно для рекламы. Все проекты, которые вы знаете, это рекламный проект. Какие иначе, потому что эффекты, в первую очередь, оказываются на рекламный бизнес. Ну, я извиняюсь, если вы не знаете, я выключу вам, как я буду говорить. У Google почти все решения, которые он делает. Он делает для того, чтобы, во-первых, поменять этот мир, где он там не создал, а для того, чтобы увеличить свой имитарь, либо, в первую очередь, увеличить имитарь, да? Либо улучшить, либо улучшить, как говорится, настроение с эмберсом, либо, скажем, улучшить статистику. Да, вы, наверное, все не удивитесь, но это тоже бизнес-минболия, который чисто финансовый проект, да? Это тоже элемент главных статей, потому что Google Wallet, это один из элементов, это один очень большой кусок экосистемы, которая будет позволять ввести трекинг-конверсии в файл. Это, знаешь, главное, что есть. У Google все очень реклама, да? У Google очень радостно. Кучай глаз. Да, включай глаз. Все, включай все. Андроид, будучи очень успешной системой, да, действительно, Андроид, его, скорее, главное пользование для Google, в первую очередь, это даже не забывание мира, не цифры количества андроидов, да? Google предоставит возможность другим зарабатывать на этом, путем работать с аппликациями, путем работать с Google Play, но для Google, в первую очередь, действительно, источник большого количества поискового трафика, расширения интерьера. То есть, соответственно, у Google пока не было ни разу этих вот, типа, релевренды цел, потому что все, в принципе, строится в одном красивом, большом плане, да, у Google есть план, естественно. Google предполагает, что он будет делать, как он собирается развиваться дальше, или что он собирается больше не есть. Но с точки зрения коммерческой цересообразности, она, как правило, не на первом месте, но на втором и на третьем. Соответственно, и, как правило, если вы думаете о любой коммерческой цересообразности проекта Google, который существует, это, как правило, учить в нем где-нибудь рекламу. Но он не будет, он не будет, это не будет главной, это не будет главная его задача, это, скорее, будет частично, будет какую-то задачу внутри рекламного рынка решать. Но, тем не менее, в любом проекте оно будет сильнейшее. Нет, а в сервисе, там, глупо, так сказать, у клаут серверсов? Ну, клаут серверсов, скорее, там тоже есть о том, что интерфрайз решения, никаким так или иначе, ну, там, не на втором месте тоже, но, почему там, не на пятом. Тем не менее, вот интерфрайз сервисов, да, вот связан с каумбином. Там, конечно, много, там, там, совершенно, там решение, да, решение не только. А, в принципе, базу. Я думаю, что это, наверное, там, в том, что мы уже побуждали, что, что, практически, сейчас каждая компания, ну, каждая большая компания, компания, почему не нет, пытается выполнить свою экосистему, да, на основании каких-то банков. Это что-то, что у компании продажут этой компании деньги, которые будут изживать. Да, по-устроенную экосистему, да, Мегасофт, думаю, на своей экосистеме. Но, например, Мегасофт, я не выключил, я не могу с документов, но, скорее, я немножко, как называется, выскажу грусть, что, по-устроенному, Мегасофту, не жалко, потому что, потому что, Мегасофт, мы с локосистемы выстреляли первым, но они выстраивали так, что она практически неизменяема, она очень тяжелая. Сейчас, потому что рынок меняется, сейчас, потому что появляется царевизм, технология мобильная, появляется технология, в том числе распознавания данных моментальных, Мегасофту нужно, фактически, ломать свою экосистему, и в странную его выстраивать. То есть, пытается сделать, ну, надеюсь, надеюсь, что ничего получится, это все. Собственно, вот, Экософту тоже собственная экосистема. То есть, любая большая компания строит свою экосистему. Сейчас Фейсбук думает о своей экосистеме, да? Другое дело, что Фейсбук-операционная первая проблема существовала с полугода назад, серьезная, которая отвлекла очень сильное решение этой задачи, но они, как они, они тоже занимаются. Убор в том, что экосистемы не часто противоречат, да? Невозможно, нет возможности объединить Экософту и Экософту, но Экософту и Мегасофту. То есть, она, опять же, была возможность была, только когда, там, наречные блоки, вот, и они уже идут сюда. Потом эта возможность закончилась. Соответственно, сейчас найти места, где эти экосистемы больших компаний могут существовать, но между собой общаться фактически невозможно, нет. И вот, там весь интерес к обиду технологии в вашем ключе. Недавно была статья на Каплик про экосистемность этих этих компаний на Microsoft, Apple, и прочитал, интересно. Именно в процессе сейчас указано, да? Все хотят, грубо говоря, пользоваться своей экосистемой. То есть, и пока идет такая жатча, знаете, в Передбуре, то есть, нема такой открытой войны между компаниями, потому что, ну, то есть, никто не хочет сделать первый шанс, но теоретично, когда сможется война между этими экосистемами, как это пока возможно. Скажем, более активные действия, как вы сможете хотеть, понимаете? Понятное дело, что экосистема начинается с того, ну, с девайса, да? То есть, первое, вы просыпаетесь. Наверное, вы берете свой мобильный телефон раньше, чем вы открываете лэптоп. А если вы будете одевать очки, то будет еще раньше, чем вы берете мобильный телефон в русский. А если вы будете спать в линзах какие-нибудь, то будут еще раньше, чем очки. Ну и так далее. Ближе, 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 ближе к мозгу. Да. Но, с другой стороны, вкладывать какую-то совсем сумасшедшую технологию, которая еще себя не доказала, никто не хочет. Чипованные. Сейчас... Да, есть же какой-то, в общем-то, концерн. То есть, люди сдают позиции не так быстро. Когда появились автомобили на дорогах Европы, люди кричали «нет». То есть, люди были просто, в начале 80-х, они просто были в ужасе от того, во что превращались человеческие тела после автокатастроф. Было серьезное движение запретить автомобильный транспорт. Все, нет никаким автомобилям, дороги привлекли обратно лошадь и так далее. Но мы все понимаем, что такая, как бы, антиволна, она всегда есть, но она не может победить настоящую волну. И настоящая волна идет к вам в мозг, как говорит молодое поколение, да. И, ну, будет много антиволн. В целом люди будут кричать, что Google Glass — это privacy invasion, там, где большая красная кнопка отключить, чтобы меня не видели ни на одном Google Glass и так далее. На самом деле отключить ничего нельзя, вы только можете отключить, чтобы вас не видели только в том, когда вы зашли в себе квартиру и закрыли дверь. Вот такое железобетонное отключение. Все, вас никто не видит. Это шторы, закройте. Ну, будут кричать те, в кого нет окуляра. Когда у них появляется окуляр, и они будут кричать, включиться все. Потом про этот крик забудут, когда следующая волна придет, там, ну, я так фронтозировал, какие-то линзы и так далее. Опять будут кричать, что это вообще там, ну, и так далее. Ну, вот так будет чик-чик-чик-чик-чик, но колебания будут, но самое интересное, что эти осцилляции, и частота будет увеличена. Она обычно увеличивается, чем дальше в будущее. Поэтому вполне возможно, что вы на своем веку застанете финальную стадию этого развития. Мне кажется, это как по спирали. Наверное, на какой-то момент, потом опять, что-то будет разлиться. Ребята, у нас где-то еще 5 минут на вот это обсуждение. А пока в порядке паузы, я хотел еще одно приятное событие, которое у меня сегодня. Запомнилось, вот у Димы Шкиля, буквально вчера, насколько я понял, его приложение миллион заказчиков. Ничего себе. Поздравляю. Да, программа незамысловатая, начинала свой путь, она года два назад, когда программы сами всплывали в маркете, потом, да, прилагались усилия просто делать все лучше, как бы. Ну, без всякой рекламы пока нет, но сейчас вижу. Такой, скажи о чем, а то мы подумали, что это порнография. Ну, программа называется Battery Notifier, она просто в сатус-баре показывает, как бы, заряд аккумулятора. Ну, и там есть модификации разные, но, в общем, на самом деле, вот просто большая цепь, которая показывает заряд аккумулятора, эта функция востребована. Ну, миллион заказчиков. Ну, миллион заказчиков просто, ну, действительно, как бы, я уже перестал следить за статистикой, и тут смотрю, классно. Разработать. Есть классная версия, у которой, как бы, тоже, денежку приносит, как бы, она себя окупила. Ну, наверное, всем надо заниматься, потому что в последнее время падает продажа, ну, примерно, 18 минута. Потому что сейчас уже новый Android, они уже, как бы, там содержат тоже в себе индикаторы, и, наверное, просто меньше востребуют. Да, это тот случай, где есть еще замечательное это приложение, DilerOne, например, гиперфункциональное. И такое впечатление, что это поколение приложений 2.0 и выше, оно сделало свое большое очень дело, и сейчас уже совсем другие какие-то штуки. Так, ну, в общем, давайте, главное, перейдем к последнему пункту программы, такому, по крайней мере, контент опознавательному. Собственно говоря, очень убедительным для меня, например, аргументом в пользу очков, которые раньше казались немножко диковским завихрением. Появилась вот такая повод, они приобрести очки. Поводом стала игра Ingress. Я думаю, что многие, поигрався в Ingress, поняли, насколько они бы себя органично чувствовали в очках, чем ходить-то хотели. Еще раз спрашиваю, как всегда, кто играет в Ingress из присутствующих. О-о-о! Воспользуемся! Давайте... 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 Вспомним... Давайте... У нас есть возможность разыграть немножко Ingress. Но надо придумать квест, каким образом... Не, мы можем, конечно... Захватить ближайший синий портал. Кто быстрее... Кто быстрее синий портал ближайший захватит. Не, мы можем, конечно, в сценах пытаться скупить присутствующих синих оппонентов. Ну, мы, наверное, не будем в этом. А? А здесь что, только синий? Вон, вы видите, все видите синий? Малого у нас синий. Все хвост синий. Стоп! Нет, тут у нас... Не знаю, как у вас. А у вас как? Да, давайте узнаем, сколько здесь синих. Вон он! Вон он! Все остальные зеленые? Да? Да, давайте... Мы уже познакомимся. Кто играет за зеленых? Ну, вот. Ну, смотри. Ну, синий... Выведите синий портал. Нет, я взял на игру. До этого дойдет, когда мы... Ну, стратегии будем создать игровую. И это понятно. Даже дети договариваются. Вот играем с мужем, так... Монолисты, какие тролли. Поэтому правила игры, это правила игры. Ну, ну... Хотелось бы... По какому принципу, все-таки, мы можем... Поделиться и играть... Так, кто... Те, кто действительно любит играть, не будут играть. У вас самый крутой телефон! Нет, для начала спросят, кто хотел бы... Кто хотел бы получить онлайн? Не просто посмотреть, а именно играть. И кто намерен играть? И кто на телефоне играть? 2, 3, 4, 5, 6... А это... Лаконис для андроида какого? 10 человек. На андроидах каких? Наверное, жребий, потому что у нас 7 инвайдов... Сейчас новая версия, они на всех телефонах работают. А подойди, а теперь... У меня 2, 3, 4, по-моему... А у меня 1, 0, 8 работает. Теперь пусть покажут телефон, у кого нормально... Работает на 2, 3... У нас есть телефон, а я сейчас отсоеду. Ну я себе обновил до 1, 0, 8... Да, потому что игрушка реально на одном процессоре, одноядерном, она тормозит. У меня 2 ядерное. А на 2 ядерном работает 1,5 часа. Да. Так что таскайте с собой ноутбуки! Чтобы инвайд получить, нужно хоть 3-3. То есть мы с его таким телефоном плохим не можем. Ну давайте, давайте, не любите. Так все таки нам... Чтобы люди, как бы, сами понимали... Все уже нас пришли к нам. Получили заслуженные. Да. Давайте жремим просто по нам. Хорошо. Кидаем 10 бумажек. Повязать бумажки с именами просто и вытянуть 7 бумажек. А? Что? Квадратный стол уже завершён. На самом деле можно? В общем, да. Считаем, да. Мы же не трибунал, мы... Мы играем трибунал абсолютно. Собственно, вы уже начали. Ну да. Только если получить инвайд, оставайтесь. А то весь центр синий. А нас внезапно зелёные захватили в Симанском. Да. Те, кто дальше... Синий. Пишите 10 бумажек. Ну да. Мужен ли. Мужен ли. Мужен ли. Просто они заиграли. Чем прикол? Те, кто сейчас захватывает. Те метки? Они на... Ваши примеры писали? Нет, слышал. Я буду снять. Это я спросил. И дальше. На шоу-то метки. Ты решаешь в телефоне, да? Да. Минус один тогда. Тут три портала, но... Чёрк, два, три. И, короче, группа так. Давайте... Или могут быть нейтральные. Получается, если нейтральные, то ничего не надо делать. А если это чье-то, это восьмой уровень, то это должен. Это те, кто дальше поменять, и те, кто хотят получить инвайд. Мы сейчас просто уменьшим организованием стали. Тогда здесь остаются те, кто продолжает играть, и те, кто в нее получит инвайд. Я, допустим, стремнул на Киевской площади в Москве, смогу там на Чехово, не знаю, память. Оба портала, дальше. Надо подправить, если не постоять. Нет, в тройму, раз при его. Захватить. Потом еще найти несколько порталов. Согнуть их с этой спорой, не включать. Нет. Что получится? Треугольник. Ну, в радиусе, в среднем, в радиусе 30 метров. И получается, то поле, которое ты захватываешь, то захватываешь, те люди, которые там как бы проживают, они перечисляются к твоей партии. Вот, допустим, сейчас, получается, ты зону захватываешь. Там, в физическом мире куда есть, там, ты можешь им смс-ку посылать. Нет. На свидание. Нет. Нет. Я подговорился. Только Андроид-телефон. И только выше одной, две агентс-окус. Я... ...посыл. Нет. 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 Есть. Нет. Нет. Продолжение следует...